Как управлять своим домом, как сэкономить на коммуналке и куда обращаться, если управляющая компания не выполняет свои обязанности? Эти недетские вопросы обсудили в одном из лицеев города. Урок ЖКХ для старшеклассников провели студенты, юристы и общественники. Подробности прямо сейчас. В многоквартирных домах, как уже вам ясно, есть несколько квартир. У каждой квартиры свой собственник. Поэтому возникают очень часто проблемы, когда по общим важным вопросам, касающимся управления всего домом, нужно принимать общее решение, то есть согласие всех лиц, проживающих и владеющих квартирами в данном доме. К серьезной теме подошли серьезно. О том, что такое управляющая компания, совет дома и как взаимодействовать с коммунальщиками, студенты-юристы решили рассказать школьникам с помощью презентации. Позже урок принял форму дискуссии. И ребята заметно оживились. Они признались, если бы весь урок был построен на диалогах, тема бы усвоилась лучше. Честно, подготовка не очень хорошая, потому что читают по листу и не рассказывают ничего. Читают невнятно, непонятно и по сути не обосновывают ничего. Ну, вот человек, который у нас стоял, он обосновал. Он общался, взаимодействовал с нами. Тема ЖКХ важна и интересна, но подростки о ней мало что знают, считают общественники. Именно поэтому они решили проводить уроки ЖКХ в школах. Данные уроки представляют собой некоторые аспекты, так сказать, знакомства, что такое ЖКХ, что такое управляющие компании, чтобы дети уже могли с раннего возраста примерно представлять, какие их вопросы и проблемы ждут в будущем, с чем они могут столкнуться, когда они начнут снимать квартиры, когда они будут покупать их квартиры, заезжать в них. Андрей Воробьев – эксперт Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Основы жилищно-коммунального хозяйства он пытался объяснить на примерах из жизни. Помогали и вопросы ребят, и даже математические задачи. У нас была задача, какую экономию получит семья при установке счетчика на горячую воду с термодатчиком, который считает горячую воду с температурой 40 градусов, как за холодную, ну 40 градусов меньше. Вот мы считали сроки окупаемости, то есть если он 105 тысяч, то, соответственно, купится за год, и следующая года будет приносить экономию по 500 рублей в год. В итоге ребята признали, говорить на такие темы действительно нужно, да и не только в школах, так как уровень знаний в сфере ЖКХ у кировчан невысок. Тема интересная, потому что многие вообще не знают, как домоуправление проводится, как вообще собираются, там люди решают вопросы, многие просто живут и ничего об этом не знают, у них родители распоряжаются всем вот этим. Этот урок ЖКХ уже четвертый, рассказали общественники. Подобное занятие они планируют провести как минимум в 10 школах.